Евгений держит в руках раритет. Договор на аренду земли от 1923 года. В доме, что на этой земле, до сих пор живет прабабушка Евгения, 88 лет. Когда дом захотели узаконить, оказалось, его ровно пополам делит красная линия. То есть половина дома и огорода это территория общего пользования. Несколько лет назад линию перенесли, но до сих пор часть гаража и огорода считаются муниципальными. А узаконить землю не получается. Нарисовали эту красную линию, планировали расширение дороги, ремонт коммунального моста. То есть в планировке нового моста еще не было. Планировали старый мост расширять. Ну и вот начали хождение по инстанциям. В комитет по архитектуре, в администрацию города, начиная с Баварина, Колганова и так далее. Если строение стоит на пересечении частной территории и муниципальной, собственник не может им полноценно распорядиться, ни заложить, ни продать, ни перестроить. Специалисты говорят, что инструкция о порядке проектирования и установлении красных линий действует с 98-го года. Но при постановке объектов на кадастровый учет требования документов часто не учитывают. Как мы можем говорить о проекте планировки уличной дорожной сети, о том документе, который нельзя признать недействительным, если у нас он противоречит федеральному законодательству? Проект планировки уличной дорожной сети утверждался в том несении этих изменений. В том несении. Сейчас мы его применяем только в той части, которая не противоречит действующему законодательству. Но это проблем не решает. По словам экспертов, в Барнауле встречаются случаи, когда при межевании целые здания делят пополам. Я считаю, что уличную дорожную сеть, есть возможность у города внести изменения, признать в части недействительные. Есть возможность проработать по изъятию, если индивидуально кто-то обращается. Я не говорю уже по всем. Давайте кто обращается, смотрите индивидуально. Ну, ошиблись. Ну, давайте признавать свои ошибки. Каждый отдельный случай планируют рассматривать в частном порядке. Одному Барнауле, который лично присутствовал на круглом столе, уже пообещали проблему решить. А вот большинство горожан, которые обращаются с проблемой в суд, получают отказы. Причины эксперты назвать не могут, ведь решение судов именно по таким делам в открытый доступ от чего-то не выкладывают. Андрей Дреер, Алексей Фризин. День с толком. Андрей Дреер, Алексей Фризин. День с толком.